Как раз сейчас видим полностью карту. Давайте сейчас приблизимся на Харьковское направление. Напомню, что это территория, которая выделена голубым цветом. Это территория, которая была освобождена вооруженными силами Украины в ходе контрнаступательных действий. Это Харьковская область. Часть области оккупирована сейчас вооруженными силами Российской Федерации. К предыдущему тезису о необходимости высокоточного дальнествольного вооружения для украинской армии, Как мы знаем, есть город, чуть-чуть находится южнее в Харьковской области, называется Изюм. Город, который сейчас является центром снабжения для вооруженной силы Российской Федерации. Именно туда стекаются основные направления, как боевого комплекта, как личного состава, живой силы, так называемой противника, танковая техника, тяжелая и так далее. Тут огромное количество техники и живой силы находится в Изюме. Изюм это город, который был подвержен обстрелам российской армии до оккупации еще. Наиболее, более 400 раз город был обстрелен российскими войсками. Сейчас горочка в снабжении российской армии. Если у армии Украины будет больше хаймарсов, больше высокоточных ракет, будет больше подобного вооружения, украинская армия сможет как можно быстрее освободить территорию Украины. Давайте перейдем сейчас к славянскому направлению. Также это Донецкая область. Там российские войска осуществляли огневое поражение подразделений сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцевки, Богородичного, Петровского, Борвинково, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Корнуховки, Дебровного и Чепеля также. Ну и Донецкая область, давайте чуть увеличим карту, вот как раз по Донецкой области, именно на ней детализируем. Скажем так, на Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, город, который сейчас является целью для вооруженных сил Российской Федерации. Также были обстреляны Верхнекаменская, Звановка, Иванодеревка, Спорная. Авиаудары были нанесены по Григоровке и Серебрянке. Ну и добавлю, давайте сейчас посмотрим, что происходит на Херсонском направлении. Одно из самых перспективных направлений для вооруженных сил Украины. Я напомню заявление Американского института изучения войны. Аналитики, вот как раз того сайта, благодаря которому мы можем сейчас видеть карту фронтов украинских. Аналитики этого сайта, этого института говорят о том, что украинские войска, вероятно, либо готовятся начать, либо уже начали контрнаступательные действия на Херсонском направлении. Но информация из открытых источников о ходе, о темпах контрнаступления будет ограниченной. Будет, понятное дело, отставать от событий. Это по понятным причинам. Это, я думаю, объяснение для некоторых украинских журналистов, которые любят рассказывать первыми, кто и как откуда вышел. Очень важно об этом говорить. Добавим, что в Херсоне, по моей информации, местные коллаборанты активно готовятся к так называемым референдумам. И в то же время, одной рукой готовясь к референдуму, другой рукой готовят тревожный чемоданчик на выезд из города, понимая о том, что вооруженные силы Украины вскоре освободят Херсон, как и другие украинские города.